Трамп стоит как стена. Американское правительство частично приостановило свою работу, находится в шатдауне. Президент Трамп не подписывает его бюджет, пока Конгресс в США не утвердит бюджет на строительство его стены на границе с Мексикой. Конгресс отказывается выделять деньги, сравнительно небольшие, и Трамп, оттолкнувшись от своей стены, пошел в наступление на Конгресс. Сделал этот вопрос принципиальным в своем противоборстве с Конгрессом. Причем Трамп пошел на это обострение, когда большинство в палате представителей Конгресса получили демократы, и импичмент Трампа стал более реален. Но это еще не все. Трамп послал куда подальше спецпрокурора Роберта Мюллера с его вопросами, демонстративно отказался на них отвечать, хотя раньше он допускал встречу с Мюллером. Спецпрокурор Мюллер является, по сути, тараном Конгресса. С помощью его расследования Раши Гейта конгрессмены-демократы угрожают Трампу импичментом. Он же отвечает шатдауном и угрожает введением чрезвычайного положения в стране. Так интерпретируют последние события в США наши американисты, и вполне справедливо. Добавим, из этого следует, что Трамп перехватывает инициативу в свои руки или пытается перехватить. Во всяком случае, он ужесточает свои позиции и, кажется, намеревается разгромить политический конгресс, который стал для него олицетворением всего Вашингтонского болота. Введение в стране чрезвычайного положения это политический разгром конгресса, поскольку чрезвычайное происшествие дает президенту США большие полномочия. Вообще, стена на границе с Мексикой это не просто хотелка Дональда Трампа, она из его предвыборной программы, то есть одобрена народом США. Поэтому конгресс выступает сейчас не только против Трампа, но и народа США. Конгресс выступает против американской народной демократии, будучи сам как бы выборным демократическим органом. Трампу самое время вспомнить, как проходили выборы в этот конгресс, сколько там было грязи и манипуляций. Демократическая система США показывает все свое ничтожество, показывает, чего реально стоят все ее ценности, и откровенно говоря, это выгодно России. Выгодно, что американская демократия показывает миру свое настоящее лицо. То, что в Америке на деле нет никакой демократии, но есть демагогия, фейк-ньюс, власть олигархии и междоусобицы среди ее элит. Все институты западной демократии, о которых стенает наша прозападная либеральная партия, по факту оказываются филиалами спецслужб, так или иначе контролируются ими. Но это еще не все. Политический кризис дополняется финансовым, в США появляются признаки финансовой паники на биржах. После очередного обрушения фондового рынка министр финансов Стивен Мнучин лично связывался со шестью финансовыми компаниями, чтобы узнать, как обстоят у них дела. Американские обозреватели отмечают, что подобные телефонные переговоры проводил министр финансов Хэнк Полсон перед крахом финансового ранка 10 лет назад. В этой ситуации финансовые санкции США против России, Китая и даже Европы в связи со строительством Северного потока-2 угрожают всей долларовой системе, мир все более отворачивается от доллара. Россия уже перевела свои финансовые резервы из доллара, в основном в юане евро. А в Вашингтоне появились слухи об отставке архитектора этих санкций Стивена Мнучина. Но и это еще не все. Отчиталась счетная палата, у США нет вооружений, которые могут противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая. Причем здесь счетная палата США, почему она делает заявление в духе Газдепа? Видимо, это подготовка американского общественного мнения через контролируемые администрации Трампа ведомства, поскольку основные СМИ работают против президента Трампа. В этом же духе делают заявления американские генералы. Например, экс-глава Северного командования США генерал Говард Томпсон признал, что Россия достигла четвертого измерения в вооружении, то есть гиперзвукового, которого у США просто нет. Эти трамповские генералы в случае введения чрезвычайного положения в США могут легко вернуться на службу. Заметим, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис ничего не говорит о значении гиперзвукового оружия, даже после своей отставки. Экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Хаджес работает сейчас военным аналитиком. Он обрадовал мировую общественность своим пророчеством о военном столкновении США и Китая в течение ближайших 10 лет, но главное он сказал после этого. Хаджес обосновал китайской угрозой отказ США от выполнения военных обязательств перед Европой, поскольку войны на два фронта, с Китаем и Россией, США позволить себе не могут. Поэтому Европе не стоит рассчитывать на помощь США в случае агрессии России. Заметим, что эти генералы США выступают в духе Трамповской, а также экс-го-секретаря Киссинджера доктрины сдерживания в первую очередь Китая и политики противодействия сближению России и Китая. Поэтому Трамп говорит о необходимости поладить с Россией и воюет с яро антироссийским конгрессом. Чем на все это отвечает Россия? Наш сторожевик пытливый впервые взял на сопровождении корабль ВМС США Форт Магенри в Черном море. Осуществлял комплекс мероприятий по контролю. Раньше такого никогда не было. На языке американских пропагандистов это ясное послание Вашингтону, что Россия не потерпит провокаций США у своих границ. Одновременно наш МИД отправляет Газдепу, то есть Майку Помпео и Дональду Трампу, оливковую ветвь. Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, заявил, что Москва готова к консультациям с США под РСМД на уровне экспертов. Если президент Трамп со своей стеной устоит против Конгресса при помощи дружественных ему генералов, то консультации по ДРСМД на уровне экспертов могут начаться.